11 сентября в рамках всероссийской акции «День открытых дверей» состоялась уникальная экскурсия в Казанский следственный изолятор номер один, являющийся архитектурным памятником начала 19 века. Такая акция проводится впервые и призвана показать открытость уголовно-исполнительной системы. Экскурсия началась у мемориальной доски на фасаде СИЗО. Она была торжественно открыта чуть больше месяца назад. На гранитной плите указан статус здания как памятника истории и культуры федерального значения. Здесь имеется 33 камеры на 100, 39 мест. Уже даже со двора видно, что здания напоминают собой именно замок. Мощные кирпичные стены, башни содержались под следствием и осужденные разных категорий, в первую очередь осужденные по уголовным статьям. После революции 1917 года здания эти продолжали использоваться как место содержания последствий осужденных и перешли на баланс одной из тюрем Народного комиссариата внутренних дел. На территории СИЗО были показаны режимные корпуса, в том числе больничные камеры, молельные комнаты, камеры для несовершеннолетних. Во время показа камер гостям рассказали о неудавшейся попытке побега в 1970-е годы Юрия Кузнецова. Боксер Кузнецов, ожидая исполнения приговора суда под предлогом занятий бокса, бил кулаками в стену камеры. Сотрудники СИЗО заметили, что со стороны улицы от ударов спортсмена осыпала штукатурка. Несмотря на надежность толстых стен тюремного замка, администрация учреждения приняла решение обшить стены камеры металлическими листами. Также поведали о последних днях жизни серийного убийцы и каннибала Алексея Суклетина, ожидавшего смертного приговора в начале 80-х. Участники мероприятия узнали о знаменитых казанских узниках от Емельяна Пугачева до одиозных лидеров организованных преступных группировок конца 20-х – начала 21 века. Кварталах Аддит Акташ Тяп-Ляп. Сразу после посещения СИЗО номер один для участников акции был организован интерактив в историю Сибирского тракта. Маршрут экскурсии прошел через места, тесно связанные с печально известным кандальным путем. Конечным пунктом экскурсионного маршрута символично стал памятник верстовому столбу на Советской площади, отмечающему начало Сибирского тракта в городе Казань.